Марина Владимировна, расскажите о своей ферме, что она собой представляет сегодня. Молочная ферма. Занимаемся, как и прежде, разведением коров галштинской породы. Прибавили немного в поголовье после нашей с вами последней встречи. Имеем на сегодняшний день в общей сложности 1980 голов. Из них 750 дойных. И что дойте? Сколько литров в год, если взять? Этот год еще не закрыт. По прошлому году 11,250 на фуражную и общий вал 8,016. О себестоимости и ценах реализации можете сказать? Да. Ну, на сегодняшний день это порядка 22 рублей. Да. Пока это, к счастью, немножечко все-таки меньше, чем себестоимость по прошлому году. Но посмотрим, пока только полгода прошло. Посмотрим, что будет в конце года. Но, конечно же, в связи с тем, что цены на молоко очень резко и очень сильно обвалились, то мы со своей стороны, конечно же, стараемся максимально приложить усилия, чтобы сдерживать себестоимость. Цена была 37,50. 37,50 база. И на выходе за наш жир-белок, за физический вес мы могли получать 43, сейчас копейки не помню, с НДС. Потом, конечно же, был такой резкий обвал. Это такая немного шоковая ситуация. Ну, а что самое главное, чтобы все-таки себестоимость была предельно низкой, это еще было все рентабельно и выгодно. Очень важно качественно готовить свои собственные корма. Потому что все-таки основная затратная часть на любой ферме – это кормление. И чем меньше у вас будет покупных кормов, а на них, как известно, тоже стоимость очень сильно выросла за последний год-полтора, чем качественнее собственные корма, тем, естественно, дешевле будет сам процесс кормления, выращивания, содержания и так далее. И не теряя при этом воловки – это самое главное. Будет воловки, конечно же, не будет и рентабельности. Поэтому очень важно, несмотря ни на что, все-таки сохранять максимально возможный высокий надой, даже в условиях обвалившейся стоимости на молоко. Ну, вот буквально мы в прошлую субботу закончили уже второй этап кормозаготовки. То есть, это был второй укос люцерны. Мы закончили заготавливать сенаж. В этом году у нас уже все полностью, можно сказать, мы завершили заготовку сенажа. В общей сложности нам получилось заготовить около 7,5 тысяч тонн, чуть больше, 7,780, по-моему. Но это вместе люцерна – два укоса и третикалия – это злаковый сенаж. Ну, конечно же, самое главное в кормозаготовке начинается в поле. Во-первых, это фаза растения. В этом году, конечно же, такие были особенные, нетипичные для нас погодные условия для юга. Было непросто. Но справились, я считаю, все равно. Особенно для сенажа, когда надо, чтобы и погоды, окна находить. Да, и опять-таки, очень важно, чтобы это была погода именно в нужное время, потому что очень важно поймать именно нужную фазу, когда максимально это растение максимально полезно будет и питательно для животных. Вот это, наверное, самое главное, самое важное. Потом очень важный еще сам процесс кормозаготовки. То есть это и высота среза растения. В люцерне принято считать, что мы оставляем минимум 7 сантиметров. По нескольким причинам. Ну, во-первых, чтобы оставлять вот эту почку, от которого дальше потом будет это растение развиваться, пуститься там для второго укоса. Что касается третикали, вообще, конечно, такая, ну, в наших условиях, как мы для себя сделали вывод, непростая культура. Насколько вот она проста в выращивании, практически никаких поводов для беспокойства агрономам не доставляет, в отличие от люцерны. Настолько она сложна в заготовке, если по каким-то обстоятельствам от нас, независящих, пропустить нужную фазу. Это прямо сложно. И высушить это растение, и затрамбовать его потом. Ну, как бы, есть определенные сложности, но, тем не менее, как бы, мы продолжаем его выращивать. В меньших объемах, конечно, чем люцерну, но, тем не менее, оно у нас присутствует. В третикале мы все время смотрим, конечно же, на общую высоту растения и стараемся, ну, вот в этом году мы, я думаю, что где-то порядка 15 сантиметров в высоту среза мы сделали. То есть, вся часть растения, которая хоть немного уже была пожелтевшей, где вот этот самый лигнин, который так не нужен корове, мы это все оставили в поле, это не пошло в корм. И как у люцерны очень важно поймать эту фазу даже до начала бутонизации, когда там максимальное содержание протеина, так у третикале очень важно поймать фазу до выхода колоса из трубки. Конечно же, максимально важно при этом, когда мы работаем в поле, не пылить. То есть, чтобы техника, все вот орудия сельскохозяйственные работали так, чтобы очень мало попадало пыли в корм, потому что пыль – это грязь, живут бактерии, которые вызывают клостридиоз. Это то, что может практически фатально закончиться для животных, несмотря на вакцинации, которые обязательны просто на любой ферме, именно от клостридиоза. Но очень важно следить за чистотой корма. Поэтому мы со своей стороны стараемся, вот уже за последние несколько лет выстроили все так, что у нас существует так называемый префермский оборот. То есть, все, что необходимо для фермы – это люцерна, третикале, силос. Мы стараемся все это, конечно же, и сеять вокруг фермы, чтобы это было максимально, во-первых, близко. Это важно и для логистики, и для транспортировки во время кормозаготовки. И чтобы это было как можно ближе к асфальту. Вот меньше езды по полям, но так или иначе. Ну, невозможно совсем без пыли. Понятно, что не получается это делать стерильно, это просто нереально. Но максимально надо стараться работать чисто. И подъездные пути к траншеям, и сама траншея, мы, допустим, каждый раз перед каждой кормозаготовкой, перед закладкой каждого нового корма, мы обязательно ее не просто выметаем, мы ее моем. Она должна быть чистой, потому что это все потом идет в корм. Интересно. Следующий момент, ну, естественно, это влажность, да, потому что это, ну, наверное, самое основное, чтобы корм попадал с правильной влажностью. То есть мы начинаем работать, если у нас влажность не, ну, в идеале 60-58. Но дело в том, что объемы достаточно большие. То есть если мы при наших таких температурах, когда очень жарко, еще и ветерок, начинаем с 60, то мы можем уже закончить где-нибудь там на 45-47, это уже не очень хорошо. Поэтому мы начинаем где-то на 62-63, вот, и стараемся там уже, конечно же, максимально быстро, чтобы средняя влажность у нас была, ну, где-то около 60, ну, 57-60. По сенажам. Да. Ну, пока просилась, не говорила, но в этом году еще, конечно же, не заготавливали, это уже ближе к концу августа, к сентябрю. И каждый буквально час мы эту влажность контролируем. То есть прежде чем, в принципе, начинать заготовку корма, комбайны пробуют сначала зеленую массу на землю, то есть мы не набиваем еще машины. Мы отвозим эту пробу на ферму, мы замеряем влажность, и если нас как бы все устраивает, мы тогда уже приступаем непосредственно к кормозаготовке. И ежечасно мы контролируем влажность в машинах, которые приходят на ферму, если опять-таки влажность поднимается, то мы останавливаемся, ждем. И еще обязательно мы контролируем длину резки. То есть, да, это уже работа с комбайнами. Чтобы основная масса сенажная была где-то в среднем 3-4 сантиметра. Будет больше, понятно, что всегда где-то что-то там проскакивает, но мы говорим сейчас об основной массе, да, то есть, и будет больше, животные будут сепарировать корм. Будет меньше, им не будет хватать жвачки. Поэтому вот силос, он как бы всегда чуть помельче режется, а сенаж это 3-4 сантиметра. Следующее это закваски, инокулянты. Непростая сейчас, конечно, ситуация, очень многие ушли с рынка как бы, но тем не менее, ну, мы в прошлом, позапрошлом году, нет, позапрошлом году, последний раз мы отработали пионером. Больше их нет на нашем рынке, но сейчас мы перешли на работу с другой закваской, лалеман. Ну, посмотрим, вот первый, ну, как бы, заготовили мы сенажип, сдали на анализ, пока нас все устраивает. То есть, закваска работает неплохо. Это, конечно, тоже очень важно, чтобы вот сам процесс ферментирования шел так, как нам надо. Ну, скорее, так, как надо будет это потом животному, потому что можно, конечно же, вот это все сделать правильно, все предыдущие ступени, а потом столкнуться с неработающей или некачественной закваской, и все, конечно, пойдет на смарку. Вот. Следующий момент – это трамбовка, то есть уже непосредственно работа в траншее. Да. Важно, чтобы было необходимое количество техники. Вычислить это можно, в принципе, достаточно просто. Вы понимаете количество поступающей зеленой массы в траншее в час, делите это на три, это такой некий коэффициент, вот, и понимаете число, которое соответствует тоннам техники, которая должна трамбовать. А там уже от того, какая у вас техника, это либо две единицы, или три, или пять, ну, еще многое зависит от размеров самой траншеи, то есть если это маленькая траншея, то там, ну, максимум может быть три единицы, с учетом уже специальной лопаты, которая подает зеленую массу. Мы еще используем на Кировцах, которые у нас катают, мы еще используем специальные катки. Тоже очень удобно, потому что они, во-первых, меньше уже надо техники ездить по траншеи, потому что если их нет, то тогда надо трамбовать след в след, чтобы та площадь, которая остается между колесной базой, она тоже протрамбовывалась. Вот с этой ролью великолепно эти катки справляются, то есть меньше надо уже ездить и более качественно трамбоваться. Стараемся мы, конечно же, больше, чем 30 сантиметров слоя не подавать одномоментно, потому что даже если мы потом будем за пять часов, десятью единицами техники ездить по слою толщиной полтора, там, условно сейчас говорю, метра, то это совершенно ничего не даст, никакой качественной трамбовки не получится. Поэтому лучше меньше слой и постоянно трамбовать. И после подачи уже последней машины в день, то есть у нас же за день не получается, то есть у нас, как правило, заготовка сенажа там при хороших погодных условиях, ну, это в зависимости от объема траншеи, ну, 2-4 дня, смотря какая масса и какая траншея. Соответственно, вот мы на сегодня завершили работу. буквально 30-40 минут после подачи последней зеленой массы мы еще катаем и все. И на следующий день до подачи свежей зеленой массы никакие трамбовщики не заезжают. То есть сначала приходят машины со свежей массой, это опять все разравнивается по траншеи только потом. То есть то, что лежит в траншеи с предыдущего дня, утром до получения свежей массы мы не катаем. Ну и, собственно, все, финальная стадия – это укрытие. Два вида пленки мы используем, одну очень тонкую, такая вакуумная, и сверху более плотная. Мы перешли с черной на белую пленку. Почему? Потому что, во-первых, белая меньше нагревается, а во-вторых, мы для себя сделали такой вывод, она менее привлекательна для птиц. Интересно. Да, потому что пока мы работали черной пленкой, мы прямо постоянно за этим следили, если находили какие-то дырочки в пленке от птиц, то мы постоянно скотчем уследили за этим, надо было заклеивать. Как бы, зачем? И с белой пленкой вот таких проблем меньше. Как-то они, наверное, не так охотно они на нее реагируют. И очень важно уже, потом самая такая финальная стадия – это достаточно плотное укрытие, в нашем случае это шины. Есть еще, конечно, варианты – это мешки с песком и так далее, но у нас это шины, и они должны лежать как можно плотнее друг к другу. Потому что тоже замечаем, вот те места, где, скажем так, ну, пленка прижата, но есть определенное расстояние между шинами. Поверхность, вот когда мы эту пленку снимаем, мы же все там привыкли говорить о шапках, да? Вот, но мы в любом случае видим мы какую-то испорченную там эту шапку или даже не видим, все равно мы снимаем минимум 5 сантиметров всегда, потому что бывают, конечно же, такие всякие ненужные нам бактерии, которые не видим мы глазом. То есть когда это там уже в грибах и в плесени, это уже совсем все плохо. Но даже если, допустим, мы не видим ничего, но все равно перестраховываемся, мы там 3-5 сантиметров снимаем. Но то, что мы видим, там, где не лежат эти шины, все равно пленка не так плотно прилегает, и немножечко вот шапка вверх сенажа выглядит иначе. Поэтому вот стараемся максимально плотно, это надо, конечно, 10 раз больше, чем мы когда-то там ими пользовались, вот, но стараемся максимально плотно накрывать траншею. Все старые шины идут в дело. Да, я думаю, что все вот эти станции шиномонтажные, они счастливы, у них теперь нет проблем, куда им деть их отработанный товар. И, конечно же, в процессе кормозаготовки мы с каждого поля берем образец, специальный такой пакет без доступа кислорода, кладем в морозилку, и по окончании мы отдаем это в лабораторию на анализ, чтобы понимать, с каким исходным продуктом мы работали. Потом это любопытно сравнить, когда мы сдаем на анализ уже готовую сенажную массу, там, спустя месяц, как правило, вот, минимум месяц, ну, то есть 30-45 дней необходимо, чтобы, как бы, сенаж был готов. И вот, когда мы уже открываем траншею, мы, естественно, сдаем готовый сенаж, ну, любопытно сравнить то, с чем мы работали, и как прошел процесс непосредственно вот всей этой ферментации. Угу. И что же? Зеленая масса, ну, допустим, полюцерни, то, с чем мы работали, там протеина была от 20, с разных полей, от 24 до 27, это достаточно хороший показатель, ну, еще, как бы, месяц-то не прошел. Поэтому, естественно, вот, когда откроем, потом возьмем, опять сдадим на анализ, сравним. Но я думаю, что есть все предпосылки полагать, что это будет достаточно качественный, вкусный, хороший курс. Угу. Марина Владимировна, но все-таки вот влажный сезон, с одной стороны, это больше зеленой массы, да, а с другой стороны, сложности уловить вот этот момент. Чего больше хорошего или плохого вот в этой погоде? нынешнего года. Ну, вы знаете, я же помню вот эти несколько лет, когда дождей не было вообще, поэтому я больше никогда не скажу, что дождей может быть много. Ага. Вот, осадки, это всегда хорошо, в любом случае, да, конечно, не всегда, они вовремя. Ага. Ну, тут уж как бы выбирать нам не приходится, поэтому работаем с тем, что есть, и стараемся, конечно же, ну, находить окна, подгадывать, ну, и всегда это, конечно же, все равно какая-то доля везения тут должна быть просто, потому что бывает, и в прогнозе одно на самом деле другое, ну, к сожалению, нет абсолютно точных, поэтому все равно эти окна есть, при желании можно подстроиться, если, как бы, достаточно такая слаженная работа коллектива, то я думаю, это все решаемо. Гораздо хуже, когда нет осадков и нечего убирать. Поэтому лучше, лучше с какими-то сложностями, но с осадками и в итоге все-таки с кормом. Да. Можно ли сделать вывод, что, скажем, в нынешнем году вы заготовите, там, может быть, полуторагодичный запас по сенажу? По сенажу мы заготовили уже больше, чем когда бы там ни было в прошлых годах, потому что у нас всегда сенаж был там в районе, ну, 5000, допустим. Ага. Сейчас у нас уже, как я сказала, 7780, ну, хвостик, уже сейчас не помню. То есть это больше, чем было, но у нас и поголовья больше. То есть мы больше не можем обходиться там 5000 аминсенажа, и, как раньше мы готовили там 8, ну, 8,5 тысяч тонн силоса, теперь нам надо побольше. Марина Владимировна, как вы разрешаете проблему взаимоотношений агрономов и зоотехников? А у нас и нет. У вас нет? Часто говорят об этом, вот когда зоотехники у нас выступают, говорят, агроному лишь бы скорее забить яму, а мне надо, чтобы был питательный корм. Ну, на самом деле нет у нас такой проблемы уже много-много лет. У нас действительно самые... Ну, не буду, я-то считаю, что они вообще самые лучшие, но на самом деле у нас действительно как бы агрономы, которые... мы же все работаем в одном хозяйстве, на одном предприятии, поэтому, ну, как можно вот так просто, да, на галочке, как бы, нет, такого нет. То есть все прекрасно понимают, что это важно, это одно из подразделений предприятия, и поэтому тут надо сделать максимально хорошо. И, в принципе, что касается, там, сроков уборки, резки, длины среза и так далее, все-таки как бы слово за ферму. Силоса вы заготавливаете больше, чем сенажа? Да, да. У нас и площади больше. То есть если под сенажи у нас, допустим, под люцерну, у нас 430 гектар в общей сложности, но у нас же каждый год идет ротация. То есть у нас каждый год мы одно какое-то поле выводим, и каждый год мы засеваем новое поле люцерна. То есть у нас всегда есть люцерна текущего года, которая, конечно же, подходит вот одновременно со вторым укосом люцерны прошлых лет. Вот, допустим, сейчас мы во второй укос мы уже убрали люцерну со всех полей, и текущего года, и двух-трехлетней давности поля. 400 гектар убрали, 30 гектар оставили на сено, еще же к лошади. И 250 гектар, если не ошибаюсь, у нас под третикали. Ну, то есть это два вида сенажа, в общем, сложность там 600 с чем-то гектар. Под силос у нас 650, если память не изменяет. То есть, в принципе, плюс-минус где-то так же, но только там два вида сенажа, а здесь это все под силос. Об особенностях заготовки силоса можете сказать? Вы уже упомянули о том, что и дробление, вернее, не дробление, а измельчение, какое тоже высота среза там и прочее. По-моему, счету, все то же самое в каком плане? Что-то, опять же, важно смотреть на высоту среза. Высота среза зависит, конечно же, от общей высоты растения. В прошлом году мы оставляли до 70 сантиметров. Потому что, ну вот все то, что тоже уже упоминала, когда мы о сенаже говорили, все то, что немного уже одеревенело, пожелтело, это лигнин. То есть, нам это в корме не очень нужно. Мы хотим видеть там зеленую массу и выполненный початок. Причем в прошлом году так все очень удачно совпало, и погодные условия сложились хорошо, что мы имели початок практически уже такой восковой, то есть было там, где максимально крахмала. Но при этом сам лист был еще зеленый. Вот, в нашем регионе это случается не так уж и часто. Как правило, если початок уже спелый, то лист уже сухой. В прошлом году было немножечко все не так, поэтому нам удалось заготовить достаточно хороший силос, где крахмал был порядка 340. Это хорошо. Вот, и что нам, собственно, позволило, допустим, на дойном стаде практически отказаться, например, от ячменя и снизить долю зерна кукурузы в комбикорме. Это вот, к слову, о важности качественных силос и сенажа и затрат на... Фуражную часть, да? Да, и, соответственно, снижение себестоимости. Угу. Да. Поэтому, в принципе, в силосе действуют те же правила, что и на сенажах. Высота среза. Но тут надо, я же еще раз говорю, смотреть по высоте и по состоянию растения. Чем выше, тем лучше. Ну, опять-таки, в рамках разумного. Да, потому что можно и в объеме потерять. Конечно, нам же нужна еще и масса, нам нужно же и количество. Вот, очень важно, чтобы початок был все-таки ближе к восковой. Но тут надо обращать внимание на корнкрекеры. То есть, они должны справляться. Желательно, чтобы зерно было не просто там оболочка надорвана, а чтобы желательно, ну, чтобы это было действительно вот, ну, не в муку, но вот раскрошено. Тогда, конечно же, больше шансов, что вот этот самый крахмал, он поступит животному, как и должен был. Угу. Будет правильно усваиваться животным. Влажность, контроль влажности. Носилось, и мы еще, конечно же, контролируем, и целостность зерна, ну, то есть, чтобы ее не было. Вот. Угу. Резко, как я уже сказала, чуть поменьше, 2-3 сантиметра. Ну, все, все остальное то же самое. Трамбовка, своевременное накрытие, работа с заквасками, анализ зеленой массы, анализ через месяц-полтора. Нюанс, мы никогда не открываем траншею больше, чем на неделю. Угу. 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 Нарезает в траншеи корм. Угу. Ничего хорошего из этого не выйдет. Не устану повторять, как это важно самим готовить себе качественное корма, потому что вот сила сенаж это основное. И если это получается не просто качество, но еще и дешево, это вообще здорово. Угу. Вот, допустим, по сенажу в этом году, уже посчитали мы все затраты и на закваску, и зарплаты, и техника, и все-все-все. Все. Люцерна, сенаж из люцерны нам стоит всего лишь 2 рубля 6 копеек. Сенаж из третикали стоит рубль 78. Но если это качественно, в одном содержится протеин, ну а вот сила сам удастся, но сила он будет, конечно же, дороже. Сейчас пока не могу сказать, по прошлому году он был в районе 4 рублей, 3,75 по-моему. И если, то есть в одном есть протеин, в другом есть крахмал, ну что-то еще более дешевле найти невозможно, потому что ну все покупное, ну допустим тот же рапсовый шрот, я помню по прошлому году, он поднимался вообще до, были времена, до 30 рублей. Но даже если он будет стоить там условно 21, это все равно как бы дороже. Понятно, что вы не можете кормить там одним сенажом какого там протеин бы он там не был, но все равно чем качественнее, тем дешевле вам будет накормить животное так, чтобы оно не теряло воловки. А вы прирастаете по надоям потихоньку? Да, сегодня мы уже стабильно доим 38,6, 38,8, это уже на дойную, на дойную, на фуражную конечно же меньше. Рекорд у нас был 39,6, вот, но знаете, рекорд это хорошо, важно же как бы держать потом эту планку, поэтому мы сейчас как бы говорим о том, что вот у нас уже получается стабильно из-за дня в день. Да, но здесь еще очень многое зависит все-таки, это же не только корма, безусловно, это очень важная составляющая, но это еще и генетика, я бы ее на первое место все-таки поставила. Генетика, кормление и содержание в плане профилактики скорее даже всяких ветеринарных заболеваний и прочее. То есть здоровое животное, даже с огромным, вернее больное животное, даже с огромным генетическим потенциалом никогда молока не даст. Ну это все взаимосвязано, наверное, три таких основные составляющие. А вы этот показатель будете стремиться увеличить или будете беречь коров? А я как бы не думаю, что мы их не бережем, потому что мы же, вот это очень такое заблуждение, что чем больше дают, тем она бедная и несчастная. Вот, нет, это не так, потому что, еще раз говорю, что если работать над генетикой животных, то это совершенно никакое не насилие над организмом животного. И, кстати, мы вот в этом году впервые сделали такую штуку, как оценка по генотипу. И мы 587 животных проанализировали, это берется выщип и по генный материал изучается. И исследовали мы молодых телочек, то есть от текущего года там до нителей включительно. И у нас подавляющее большинство животных с генетическим потенциалом на 13-14 тысяч в год. Второй момент, что его надо раскрыть. Вот, там, это, конечно, не все так просто. Но, в общем и целом, как бы это все вполне... Есть куда расти. Да, есть куда расти, это вполне по силам, поэтому, я думаю, у нас еще много чего предстоит.